Потому что хочу сделать фиолетовый. У меня будут такие, такие цветочки и бутончики. Вот сначала я их долго делаю. Потом, когда смотрю, наверное, букет будет темным. Надо добавить белый. Вышивка – длительное, скрупулезное занятие. Но, говорит Марина, оно того стоит. Потом, когда ты увидишь целую работу, наверное, это удовлетворение от процесса и готового именно изделия. Именно готовое. Оно в конце уже радует глаз и хочется сделать новое. Да, иногда надоедает делать одну и ту же работу. Тогда переключается на другие. Другие по технике. К примеру, вышивка нитью, вязание игрушек, бисероплетение. К слову, начинала свое прикладное творчество Марина именно с этих направлений. Но остановилась на вышивке лентами. А показать работы другим сподвигла подруга. Как такую красоту в коробке хранить? И еще каждая работа – это ручной труд, в который вложена частичка самой мастерицы. Я беру лен. И когда я сама даже чувствую, я иголкой протыкаю эти ниточки, слышен запах льна. То есть у меня появляется самое приятное настроение такое. Потому что где-то я вышивала сумочку льняную, и у меня вот это какое-то поле я тут же вижу. То есть у меня поднимается настроение. И с каждым стишком мне кажется, что оно передается. То есть энергетика передается в саму вышивку. И когда об этом еще и говорят люди, то я думаю, что это так и есть. Не важно, что это картина, расшитая подушка или маленькая игольница. Важна другое – энергия, которую работы мастера в себе несут. Ну а теперь приятная новость из мира моды. Недавно в Москве прошла одна из самых престижных выставок моды в Восточной Европе. Дизайнеры из 34 стран мира представили более тысячи коллекций. Наряду с модельерами из Франции, Швейцарии, США и других стран мира представили свое видение современной моды и белорусские мастера. Показы белорусов имели немалый успех. Поэтому мы в свою очередь рекомендуем обратить внимание на одежду белорусских дизайнеров. Тем более, что сегодня есть из чего выбрать. А товары с пометкой «Сделано в Беларуси» давно стали синонимом качества. Выбирайте лучшее, а тему выбора продолжит Екатерина Гараева в рубрике «Штрих-код». И сегодня мы узнаем некоторые хитрости в выборе орехов. Орехи – настоящий кладезь витаминов и минеральных веществ. Несмотря на то, что, например, грецкие орехи более калорийны, чем шоколад, низкое содержание углевода делает их практически безвредными для нашей фигуры. Но съедать орехов больше 100 граммов в день не следует, так как выше этой нормы организм их просто не усвоит. В ботанике есть четкое определение ореха. Исходя из строгих биологических критериев, только фундук и кешью можно назвать истинными представителями этого рода. Миндаль, грецкие, бразильские, фисташки являются либо косточками, либо семечками. А арахис и вовсе принадлежит к семейству бобовых. Ядро грецкого ореха чем-то напоминает человеческий мозг, что в древнем Вавилоне порождало запрет на их употребление. А вот мыслитель Геродот считал, что человек, съевший такие орехи, может резко поумнеть. Другое мнение имел Свен Гэддин. Шведский путешественник полагал, что недозрелые зеленые орехи пищат и плачут. Лучше всего покупать орехи целыми, а не порезанными, молотыми или очищенными. Чаще на прилавках в магазинах можно увидеть разнообразные орешки в упаковках. Безусловно, трудно распознать их качество, когда они скрыты в глазурь или шоколад. Единственная рекомендация – обращать внимание на срок годности и состав продукта. Что касается срока годности, у каждого он свой. Фундук хранится в среднем 3 года. Бразильский орех даже в очищенном виде в течение двух лет. Орехи не любят тепло, зато замечательно переносят заморозку. С ее помощью можно продлить их срок годности до полугода. Очищенные орешки лучше всего хранить в плотно закрытом контейнере. А теперь немного истории и литературы. На минувших выходных в Бресте отметили 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Во время торжественных мероприятий высказывалась мысль о том, что творчество этого украинского поэта было пронизано идеей братства между народами. Напомним, что в городе над Богом есть бюст Шевченко и одноименный бульвар. А мы продолжаем вас знакомить с интересными историческими фактами. И теперь наша ежедневная рубрика «Календарь». 11 марта 1824 года в США создано бюро по делам индейцев. С этого дня оно управляло всеми сферами жизни индейцев в качестве колониальной контролирующей инстанции. Соединенные Штаты Америки в качестве опекунов собирали отчисления за использование индейских земель и эксплуатацию их ресурсов. В 1851 году на сцене Венецианского театра «Ла Фениче» состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Ригалетта». Восьмого оперы лег сюжет драмы «Король забавляется», разработанный Виктором Гюго. По мнению музыкальных критиков, ни одно из следующих произведений композитора не превзошло оперу «Ригалетта». В этот же день в 1869 году французский натуралист Китая получил в подарок шкуру неведомого зверя панды. До этого дня в Европе не знали о существовании такого животного. Панда была передана в Парижский музей естествознания. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. 11 марта 1921 года родился Борис Заворызгин, участник освобождения Белоруссии, герой Советского Союза. Участвовал в штурме обороны противника на рубеже Витебс-Орша, освобождении Минска, а также ликвидации Минского котла. В этот же день в 1972 году родилась актриса театра и кино, телеведущая Мария Ронова. Стала знаменитой и популярна благодаря ролям в сериалах «Остановка по требованию» и «Солдаты». Ежегодно ведет церемонию награждения Московской театральной премии «Хрустальная Торандот». Партнер прогноза погоды – компания «Санта-Брэмор». Партнер прогноза погоды – компания «Санта-Брэмор» и «Санта-Брэмор». И снова доброе утро, а теперь приятная новость из мира танца. Ансамбль танца «Белая Русь» вернулся домой из Минска с целой копилкой наград. И сегодня утром у нас в гостях руководитель ансамбля танца «Белая Русь» Екатерина Корж, а также Варвара Корж. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Доброе утро, Варвара. Доброе утро. Великолепное начало дня, я думаю, очень приятное и позитивное. Варвара, скажи, тебе нравится у нас студия? Угу. Так, хорошо. Ребенку комфортно, поэтому мы сначала поговорим с мамой. Екатерина, мы уже заявили о том, что вы вернулись из Минска с целой копилкой наград. Достаточно такая урожайная поездка для вас была. Расскажите, пожалуйста, откуда вы привезли награды и за что, собственно говоря, вам их вручили? Значит, мы ездили в Минск на республиканский фестиваль, который называется «Дэнс Пауэ», что в переводе означает «Сила танца». Этот фестиваль организовывает общественное объединение «Мы вместе». И часть средств, собранных от фестиваля, направляется на благотворительные цели, на адресную помощь больным детям. Мы вот видим несколько наград, которые вы принесли нам в студию показать. В каких номинациях были получены награды? Значит, мы участвовали в номинации «Эстрадный танец. Дети до 5 лет», «Дети 6-8 лет» и «Дети 9-11 лет». А также «Народный танец. Участники от 16 лет и старше». Также мы выступали в смешанной категории, где участвуют разновозрастные участники, которые еще и визуально выделяются на сцене. Здесь мы также заняли второе место. И Варвара, так как самая маленькая участница данного танца, получила специальный приз жюри за артистизм. Что, конечно, было вдвойне приятно для меня, как для руководителя и, естественно, как для мамы. Ну, я думаю, что мы сейчас у Варвары спросим. Варвара, скажи нам, пожалуйста, какую награду ты привезла из Минска и за что тебе ее дали? Мне дали за то, что я красиво танцевала и улыбалась. Я думаю, что за такую улыбку и за хороший танец всегда можно отдать награду, Варвара. А ты давно танцуешь? Ты любишь танцы? Да. И как тебе танцуются под руководством мамы своей? Нормально. Нормально. Мама не ругает тебя, когда ты танцуешь? Или хвалит? Хвалит. Хвалит. Это хорошо. Я думаю, что похвала для ребенка – это отличный стимул для новых наград. Екатерина, скажите, я думаю, что, ну, по крайней мере, надеюсь, что многих телезрителей заинтересовал не просто ансамбль танца «Белая Русь», но также возможность присоединиться к этому ансамблю. Скажите, это возможно сегодня? Конечно, это возможно всегда. Главное, чтобы люди понимали, что это не просто кружок по интересам, это все-таки коллектив, где нужно порой жертвовать своими интересами ради того, чтобы поехать на тот же фестиваль в праздник 8 марта, встретить фестиваль не дома за праздничным столом, а на сцене, в поезде. То есть эти жертвы, они будут постоянно, потому что, если тебя ставят в танец, ты уже несешь ответственность не только за себя, но и за тот коллектив, с которым ты занимаешься. Ну, естественно, и руководителя тоже ни в коем случае нельзя подводить. В принципе, Катерина, насколько я понимаю, можно ансамбль танца «Белая Русь» видеть со стороны. Я думаю, что вы приглашаете всех желающих на свои выступления, но также можно быть и активным началом в этом ансамбле и присоединиться непосредственно к работе ансамбля. Екатерина, и в завершении нашей с вами беседы мне хочется задать вам вопрос, так немножко отключенный. Я уже многократно повторяла, что очень люблю задавать его творческим людям. У вас есть какая-то творческая мечта на Ниве танца? Творческая мечта? Да. Вы знаете, наверное, это продолжать себя как-то реализовывать в том, что я делаю. И самая моя главная мечта – это, конечно, увидеть вообще вот всех людей, которые раньше у меня занимались. То есть, ну, всех вместе как-нибудь так собрать, сделать большой-большой отчетный концерт. И, вы знаете, она потихонечку начинает воплощаться в жизнь, потому что те люди, которые занимались раньше у меня, они возвращаются сейчас и приводят своих детей. То есть у нас подрастает, ну, поколение за поколением уже начинает возрождаться коллектив. И, конечно, вот мечта, наверное, она все-таки осуществима, если к этому прикладывать усилия, работать над собой. То есть, наверное, вот это вот. Екатерина, я вам желаю, чтобы ваша мечта исполнилась. И мне бы еще хотелось спросить у Варвары. Варвара, у тебя есть какая-нибудь мечта? Есть. А какая? Поделись с нами, пожалуйста. Я хочу стать невестой. Вот так вот. Варвара хочет стать невестой. Я думаю, как и большинство девочек в таком и не только в таком возрасте. Варвара, я тебе тоже желаю, чтобы твоя мечта исполнилась. Я думаю, что Варвара будет очень красивой невестой, тем более та, которая будет владеть искусством танца. Ты будешь продолжать заниматься танцами? Угу. А мы будем ждать свою очередь от Варвары новых наград, потому что Варвара нам пообещала. Варвара и Екатерина, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в гости, украсили наше утро, наполнили его еще большим позитивом. В свою очередь, я вам желаю, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы копилка наград ансамбля «Белая Русь» пополнялась и не истекала. И я вам желаю новых побед. Ну, а в лице нашей юной гости Варвары я хочу сказать огромное спасибо всем маленьким, юным участникам вашего коллектива за то, что они делают огромную работу, не взирая на свой возраст. И в будущем, я надеюсь, из этого получатся настоящие звезды. Спасибо вам большое. И вам спасибо. А я напоминаю, что сегодня утром в гостях утреннего эспресса была Варвара Корж, а также руководитель ансамбля танца «Белая Русь» Екатерина Корж. Ну, а теперь на телеканале «Беларусь-2» реклама. О танцах мы поговорили, а сейчас о музыке. Эта фанк-хип-хоп-группа появилась в Киеве в 2004 году. В 2005 они выпустили свой первый альбом «Меломания». Их песни звучат на украинском, русском и английском языках. И хорошо известным белорусским меломанам. Да, это бумбокс. Оставайтесь с нами, будет интересно. Нашим корреспондентам удалось вывести.